Из самых безобидных нарушений в сибирских школах при организации бесплатного горячего питания школьников выявлены несоблюдение режима проведения уборок, несоблюдение персоналом пищеблоков правил личной гигиены, отсутствие допуска работников по медицинским показателям и другое. Хуже всего с этим дела обстоят в Алтайском и Красноярском краях и Омской области. Много нарушений выявлено у поставщиков продуктов школьного питания. Прокуратурой и органами Роспотребнадзора в каждом втором случае устанавливаются факты несоответствия продуктов с заявленным показателем качества, условиям хранения, сроком годности и транспортировки пищевых продуктов. Наибольшая доля таких нарушений в Красноярском крае, Республике Тыва, Омской и Кемеровской областях. И с этим надо что-то делать. Сергей Миняйло настаивает, что все цепочки поставок просроченных недоброкачественных продуктов в сибирские школы должны быть раскрыты, виновные привлечены к ответственности. А исполнительная власть должна выработать алгоритм, который позволит в дальнейшем избегать таких ситуаций. Есть случаи, когда в школе стоимость обеда ребенка из малообеспеченной семьи значительно ниже, чем у других учеников. Дети часто жалуются на то, что еда невкусная. В целом удовлетворенность по стране составляет чуть выше 50%. По субъектам Сибирского федерального округа она, к сожалению, совокупно ниже, это удовлетворенность. Хотел бы отметить, что в целом через портал госуслуг мы видим оценку от граждан за организацию питания. Порядка 3,5 балла, но удовлетворенность от общего количества обращений это 36,5%. Не решена пока дилемма, должна ли полезная еда, которой кормят школьников, быть вкусной или этого невозможно добиться. Кто-то из чиновников уверен, все дело в воспитании культуры питания детей. Кто-то считает, что это просто издевательство над ребенком. Но все сходятся в одном. Если ученику положен обед, то он не должен становиться более дешевым завтраком, даже если школа работает в две смены. Дети, обучаясь во второй смене, вместо бесплатного обеда получали меню завтрак. Это несмотря на то, что есть рекомендации Роспотребнадзора, которые в принципе запрещают такую замену делать. Если во вторую смену единственным горячим блюдом может быть только обед, то по санпену дети должны получать именно бесплатный полноценный обед. И никак иначе. В общем, проблемы с обеспечением горячим питанием школьников пока еще хватает. Но при участии родительского сообщества, поддержке власти на местах, можно добиться того, что дети будут завтракать и обедать хотя бы с пользой для себя, а не для недобросовестных поставщиков продуктов. Кстати, вкусной и полноценной едой будет заниматься и Федеральный центр здорового питания школьников, который создается на базе одного из российских институтов.